Сильные соперники, резкие подачи, шквал эмоций. Вчера вечером волейболистки Протона встретились с Уралочкой из Екатеринбурга. Саратовские поклонники волейбола не могли пропустить игру, которая обещала им много интересного. Команды были равны и Протон и Уралочка боролись за каждое очко. Поэтому первый сет, хотя и выиграли саратовские волейболистки, счет на табло с разницей в 2 очка 25-23. Вторая партия началась с активных действий Протоночек. Разница доходила до 7 очков, но команда соперниц смогла собраться и к середине партии разрыв в счете уже минимальный 13-11. И вновь борьба за каждый мяч. В итоге к концу сета счет идет очко в очко. И в этой партии удача на стороне Уралочек. И от этого еще более жесткая борьба в следующей партии. Гости пытались вырвать преимущество и сохранить боевой настрой, а саратовская команда делала все возможное, чтобы одолеть соперниц. И к концу партии счет на табло вновь 26-24, но на этот раз в пользу Протона. Если наша команда и дальше будет играть так же активно, то четвертая партия может стать завершающей в этой игре. Именно на такой исход встречи, видимо, и настроились Протоночки. Поэтому уже с самого начала сета активно атакуют Уралочек, но те дают жесткий отпор и к середине партии получают преимущество в три очка. Такая ситуация сохранялась до конца. Но Протон буквально вырвал победу и в этом сете, и во всей игре. «Хороший матч. Была игра равных команд. Но сильнее оказались хозяева. С чем я их поздравляю. Потеряли в прошлом году пять человек. Как можно играть? Это очень сложно. Мы вкатываемся пока в чемпионат. Посмотрим». «Сегодня мы сделали такой колоссальный, аж невынужденных ошибок. Именно на ровном месте. Не те, которые ошибаются, которые в игровых моментах. Когда простые мячи падают, и мы ошибались. Например, мы держать нужна подачу, а мы подаем ее в 3-4 метра ваут. Это, скорее всего, нервы. Нервы девочек. Психология. Неустойчивость. Не могут пока что... Работаем над этим, чтобы они себя держали в руках. Чтобы мы ошиблись и ошиблись. Но что теперь сделаешь? Надо как-то не делать серийные эти ошибки. Серийные. Чтобы мы выдохнули и все, и пошли дальше. Волейбол не закончился. Волейбол заканчивается только, когда последний свисток будет. «И тем не менее...» «Тем не менее, мы выиграли. Мы взяли 3 очка. И это очень хорошо. Мы немножко начинаем обретать свою какую-то форму, какую-то уверенность. Это игра, соответственно, после пятисетовой игры с Краснодаром. Сейчас мы тоже как бы собрались. Она была тяжелая. Решила все в концовках. Каждая партия в концовках. Единственное, что да, мы упустили вторую партию. Ну, там было две ошибки судьи. Судьи, который немножко как бы повлиял на этот исход этой партии. Вот. Вот. Ну, в целом, ну что, мы сделали результат. Следующий матч в рамках восьмого тура чемпионата России команда волейбольного клуба «Протон» проведет на выезде. 6 декабря ей предстоит встретиться с краснодарским «Динамо». Напомним, с этим соперником команда «Протон» встречалась совсем недавно в Балакове и одолела его со счетом 3-2. А следующий домашний матч состоится 10 декабря в саратовском спорткомплексе «Звездный». «Протон» принимает «Казанская Динамо».